Доброе утро, друзья! Получил такой вопрос от посетительницы моей страницы в фейсбуке. И она спрашивает так. Мне 25 лет. Я христианка и не замужем. До недавнего времени меня это состояние не беспокоило. Так как я молюсь о своей половине и была точно уверена, что Бог пошлет и откроет мне его. Но ответа нет. И я стал сомневаться. Плюс ко всему, все частые шутки и подколы со стороны друзей, коллег. Как не потерять веру в Божий план? Как отогнать мысли и сомнения по поводу того, что со мной что-то не так? Значит, давайте сперва мы посмотрим в первом послании к Коринфянам, в седьмой главе. И здесь, в этом послании, в седьмой главе, начиная с 32 стиха, написано так. Вы благочинно и непрестанно служили Господу без разы влечения. Как видите из этого стиха, дорогая сестра, здесь написано, что очень важно, чтобы вы были без заботы. И даже здесь написано, что вы находитесь в лучшем состоянии, чем те, которые замужние. Бог хочет, чтобы у нас была одна забота, чтобы мы служили Ему, и чтобы Евангелие, распространение Евангелия, служение Ему, чтобы это больше всего заботило нас. И говорит, что в вашей нынешней ситуации это легче всего сделать. Намного легче, чем той женщине, которая уже является замужней. Поэтому не надо вам терять мир и покой по этой причине. И если люди подходят к вам и говорят эти все подколы, шутки, наверное, хорошо и этим людям открыть эти места Писания, показать эти места Писания и рассказать им, что выйти замуж это не является главной целью человека на этой земле. Есть люди, которые думают, что если ты не выйдешь замуж или не женишься, то все, твоя жизнь прошла дарами. Нет, ни в коем случае не так. Библия говорит, что это не является нашим призванием, чтобы мы обязательно были женаты или замужем на этой земле и все, чтобы мы состоялись в браке. Нет, мы не состоим, то, что мы будем в браке, это не означает, что мы состоимся, как мужчина или женщина. Нет, мы в первую очередь должны служить Господу, всем тем, что мы имеем. Это самое главное. Служить, как здесь написано, и телом, и духом, чтобы мы были святы, чтобы мы служили всем нашим существом в деле распространения Евангелия. И то состояние, в котором вы находите сейчас, это вам очень легко делать. Вас ничего не смущает, никто не смущает. Делайте это, служите Господу. Что касается этого вопроса, этой заботы, которая появилась у вас в душе сейчас о том, что время проходит и не выходите замуж, поступайте так, как написано в послании к филиппийцам. Вот в послании к филиппийцам в 4 главе. Сейчас, только минутку, я открою это послание. Послание к филиппийцам в 4 главе написано так. Не заботьтесь ни о чем. И значит и о замужестве. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Расскажи Богу, скажи Богу о твоем желании выйти замуж. И оставь это Богу, чтобы Он решил этот твой вопрос, чтобы Он ответил на эту молитву. И видишь, самое первое обетование, обещание, которое имеем здесь, говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваше и помышления ваше во Христе Иисусе». Это важнее всего. Важнее, чем быть в браке или не быть в браке. Потому что есть люди, которые не находятся в браке, и они этого мира не имеют. Есть люди, которые находятся в браке, и тоже этого мира не имеют. И видите, даже из того предыдущего текста, который я написал, там написано, что намного легче иметь этот мир и служить Богу без забот сейчас, не будучи еще в браке. В браке будет немножко труднее это делать. Хотя и в браке здесь, там же, в том же тексте, в первом послании к Коринфянам написано, что в браке мы также должны служить Господу, смотря на Него, без заботы. И когда приходят заботы, вот, говорит, чтобы мы не заботились, не давали этим заботам подавлять нас, но наоборот, чтобы мы служили Господу всем тем, что мы имеем. Значит, если мы приносим Богу в молитве все наши прошения, тогда все наши нужды, открываем перед Ним все наши желания, тогда мы имеем этот мир Божий, который превыше всякого ума. И этот мир соблюдет сердца наши и помышления нашего Христа Иисуса. Это самое главное, что вам нужно, сестра. Поэтому то, что я вам советую сейчас, это чтобы вы в первую очередь поняли, что ваше состояние, оно идеальное сейчас для того, чтобы вы служили Богу без забот. Служите Богу без забот. Вместо того, чтобы сосредоточиться на этой проблеме, что проходит время, и вы не выходите замуж, вместо этого вы лучше сосредоточитесь на том, чтобы служить всем вашим существом, всей вашей силой, всем, что вы имеете, чтобы вы служили Богу и работали на дело распространения Евангелия. Служите святым, служите своими духовными дарами. Это первое. Второе. В молитвах приносите все ваши желания перед Богом. Расскажите Богу в молитве, говорите Ему каждый раз, когда приходят какие-то мысли, какие-то страхи, про которые вы написали. Всегда, когда приходят эти мысли и страхи, вы расскажите про них Богу, приносите их в молитве, откройте их в молитве Богу. И Он обещает, что даст вам мир свой, который превыше всякого ума. Это самое важное, что вам нужно и сейчас, и когда будете в браке. Значит, проблема не брак, проблема научиться довериться полностью Богу, и тогда будете иметь мир в сердце и сейчас, будете иметь мир в сердце и потом. И то, что Бог приготовил для вас, Он, того человека, который Он приготовил для вас, если вы должны быть в браке, Он это сделает. Он в свое время сделал. Даже, да, давайте откроем еще один текст, это 1 Петра, 1 Послание Петра, 5 глава. В 1 Послании Петра, в 5 главе, начиная с 6 стиха, 6 и 7 стих, написано так. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, то вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Значит, Он, написано, что вознесет нас в свое время. Другими словами, Он ответит на молитву, Он делает то, что те планы, которые Он имеет для нашей жизни, Он выполнит все, Он исполнит все, и также Он делает это в свое время. У Бога есть свое время, когда вы должны выходить замуж. Он приготовил вам того человека, который... и у него есть свое время. Вместо того, чтобы вы сосредоточились и не могли радоваться жизни, вы лучше служите Господу без забот сейчас. Вот давайте приведу вам пример. Когда родители едут с детьми куда-то в машине, и надо ехать на большом расстоянии, там, допустим, 10-20 часов ехать, то дети маленькие постоянно в машине они спрашивают. «А мы доехали, а много еще, а много еще, а мы доехали, а много еще, а мы доехали». Вместо того, чтобы просто наслаждаться теми разговорами, которые есть в машине, теми играми, как мы играемся в машине, что делаем. Вместо того, чтобы радоваться тому, что там есть на месте, они все время думают о том, мы доехали или не доехали, доехали или не доехали. Давайте не будем поступать как дети. Вы радуетесь тому, что у вас есть сейчас. Сосредоточьтесь на те блага, которые вы имеете сейчас. Вы имеете возможность служить Господу всем вашим существам. Не имеете всю свободу служить Господу. Ничего не смущает вас. Служите Господу сейчас. И в свое время Он даст вам того человека, которому вы будете женой. И также, если вы научитесь жить без забот сейчас, также без забот будете жить и тогда, когда будете в браке, будете радоваться браку. И наоборот, если вы научились всегда иметь эти заботы и страхи в сердце, когда выйдете замуж, будут снова другие страхи. Кто знает, может, когда первый конфликт появится или появятся первые конфликты, и начнете уже сожалеть о том, что вышли замуж, что надо было оставаться так и так далее. Видите, есть очень много женщин, которые сожалеют, что вышли замуж, потому что они считают, что лучше было, когда они не были замужем. А тот человек, который научился радоваться в Боге, радоваться в этот момент, и надеяться на Него, и не заботиться ни о чем, но приносить все свои нужды перед Богом, он имеет мир Божий в сердце. Этот мир, который превыше всякого человеческого ума. Да благословит вас Господь вот таким миром.